Всем привет! Сегодня снова разбираем уравнение, которое было на основной волне профильным ЕГЭ летом 2023 года. Что перед нами? Перед нами логарифмическое, причем логарифмическое простейшее, верно? Значит, мы можем его раскрыть как обычный логарифм. То есть это будет 2 в степени 2х минус корень из 3 косинус х минус синус 2х равно 4 в степени х. Но ведь 4 в степени х это 2 в степени 2х. Что можно сделать? Мы можем 4 в степени х и 2 в степени 2х сократить. И тогда у нас останется минус корень из 3 косинус х, а синус двойного угла давайте распишем по формуле. Это будет минус 2 синус х косинус х. Никогда не делим, когда у нас есть общий множитель, всегда выносим, иначе мы потеряем корень. То есть у нас будет косинус, давайте минус, минус косинус х, то есть это будет корень из 3 плюс 2 синус х. Произведение равно 0, когда один из множителей равен 0. То есть это будет косинус х равно 0, х равен π на 2 плюс πк. И синус х равно минус корень из 3 пополам. Значит х равен минус π на 3 плюс 2πк. И х равен минус 2π на 3 плюс 2πк. Не забываем куда-нибудь присоматить, что k принадлежит z. Так, ограничения. У нас есть какие-нибудь ограничения? Ограничения тут нет, они оба подходят. Итак, значит нам необходимо рассмотреть пункт b. Это и есть у нас 3 корня, которые мы запишем в ответ для пункта а. Так, пункт b я всегда рассматриваю двойным неравенством отбор корней. Тут у нас от 2π, первый корень сначала рассмотрим, π на 2 плюс πк до 7π пополам. Сначала делим на π, 2 меньше либо равно 1, 2. Так, плюс k. Это будет 7 вторых, потом вычитаем 1 вторую везде. Это будет 3 вторых, да, 1 целая, 1 вторая, k и минус 1 вторая, это будет 3. Тогда отсюда k равно 2 и k равно 3. Если k равно 2, тогда у нас будет π на 2 плюс 2π, приводим к общему. На 2 умножаем 4, это будет 5π на 2. Если k равно 3, тогда π на 2 плюс 3π, 6, 7, это будет 7π на 2. Это у нас ответы для части b. Также у нас еще 2 корня, минус π на 3 плюс 2π и минус 2π на 3 плюс 2π. Кстати, вот здесь можно писать совокупность, потому что и тот, и другой корень у нас являются ответом. Именно вот это и есть отличие системы от совокупности. То есть система – это всегда пересечение, совокупность – это всегда и то, и другое. Так, давайте следующий корень, минус π на 3 рассмотрим. То есть также от 2π до минус π на 3 плюс 2π, так, здесь у нас 7π пополам, значит, это будет 2 минус 1 третья плюс 2k и 7 вторых. 1 третью везде прибавляем. Получается, будет 7 третьих, 2k, вот так, 7 и 3 и 21, 2 двадцать, ладно, сейчас пропишу. 2 плюс 1 третья, тут на 3, тут на 2, 21 плюс 2, 23 шестых, да? 23 шестых, 2k и 7 третьих. И делим все на 2, это будет 7 шестых, k и 23 двенадцатых. Так, ну, здесь у нас 1 целая, 1 шестая, а здесь 1 целая и 11 двенадцатых, верно? То есть k у нас здесь в промежутке не имеет целого значения, k не может быть равняться ни одному, ни двум. Так, и у нас остался третий корень, это минус 2π на 3 плюс 2πk. Минус 2π на 3 плюс 2πk. Точно так же от 2π до 7π пополам. Так, 2 минус 2 третьих плюс 2k, 7 вторых. Прибавляем 2 третьих, это получается 2 на 3, 6, 7, 8, 8 третьих, 2k. Так, 21 плюс 4, 25 шестых. Здесь у нас получается делимся на 2, 4 третьих, k и тут, если поделить на 2, то будет 25 двенадцатых. 25 двенадцатых, здесь 1 целая, 1 третья, здесь 2 целых, 1 двенадцатая. Значит, здесь k может быть равен 2. Если k равно 2, тогда у нас будет минус 2π на 3 плюс 4π. И умножаем на 3, 4 на 3, 12 минус 2 будет 10π на 3. 10π на 3. И это мы тоже запишем в ответ в пункте B. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Есть вопросы, тоже пишите комментарии, записывайте. Добавляйте закладки. Кидайте друзьям, делитесь, познавайте новое. Если вам это легко, пишите, пожалуйста, в комментарии, что для вас здесь все легко. Все, спасибо большое. У вас все получится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok